всем доброго времени суток дорогие друзья сегодня решил запилить видео наконец-то о redmi s2 xiaomi redmi s2 очень хороший аппарат получил я я думал как-то он будет ну не очень такой себе ну знаете так себя что-то такое но как оказалось в процессе эксплуатации я так понял что вполне себе юзабельный аппаратик который можно себе приобретать и это как раз телефон для тех для кого не нужна большая производительность но нужен нужна плавная работа интерфейса и хорошая камера потому что именно этот телефон позиционирует себя как камерафон вот собственно таким и дело он имеет два модуля конечно же вспышка селфи камера здесь просто обалденная он делает классные фоточки я обязательно все это потом протестирую снимем видосик отдельный по этому поводу а пока я поделюсь с вами своими первыми впечатлениями от его эксплуатации как говорил я ранее плавность интерфейса для многих людей это очень важно и именно этот телефон этой характеристикой обладает также у него хорошая батарея кстати я ну как хорошая 3000 миллиампер час но он держит заряд очень хорошо и это скорее всего заслуга процессора snapdragon 625 у меня на моем предыдущем телефоне стоял на такой процессор это был xiaomi mi max 2 и честно сказать да автономность замечательно не так быстро разряжается как мой новый телефон xiaomi вернее xiaomi простите редми ноут 5 но как говорится хочешь производительность за это придется заплатить и вот мы значит и платим энергопотреблением и именно 625 позиционирует себя как энергоэффективные процессы ну он с этой с этой задачей очень хорошо справляется фотографирует этот аппарат очень хорошо он снимает типа с эффектом боке конечно же это все программные примочки для которых нужно нужно очень много света но он делает хорошие снимки сегодня даже я постараюсь видео это все дело показать мельком вот так же мы посмотрим внешний вид еще поближе предыдущем видео уже видео я уже делал такая была скажем так видео презентация на моем канале то сейчас уже будем разбирать их по отдельности редми ноут 5 и xiaomi redmi 2s это очень замечательный телефон в плане и производительности скажем так он не самый производительный но этой производительность производительности достаточно для нормальной работы у него отличная камера здесь имеется 3 гигабайта оперативной памяти 32 гигабайта встроенной памяти и что самое главное вот что его выделяет среди всех смартфонов и чем он очень на мой взгляд это самое крутое отличие от redmi note 5 спросите вы меня что это это лоток с тремя разъемами под две сим-карты и одну micro sd это просто обалденно это зашибись нас не ограничивают мы можем вставить две симки флешку дополнительно на 128 гигабайт и блин круто вообще это просто сяоми спасибо тебе огромное что ты об этом подумала вот бы такую фишечку во все смартфоны ты внедряла и чтобы так хрен с ним выпуска еще один redmi note 5 с новым лотком я обязательно его куплю этот продам блин тот возьму это реально это классно потому что я уже просто задолбался у меня две сим-карты допустим и как бы в памяти я уже немножко ограничен потому что 64 гигабайта мне уже не хватает мне надо гораздо больше потому что больше снимаю видео для влогов для канала и сейчас в основном снимаю только на телефон потому что почему так потому что телефону уже снимает не хуже камера хотя конечно же я сейчас снимаю на камеру до разница есть она очень большая но тем не менее телефон тоже неплохо справляется с этой задачей и что для влогов вообще для влогов для обычных разговорных видео главное чтобы был звук нормальный и более-менее приемлемая картинка собственно смартфона с этим сейчас справлю ну и чё переедем наверное в студию чтобы посмотреть наш xiaomi redmi s2 поближе разглядеть его со всех сторон посмотрим фоточки видео поехали так ну вот мы и добрались до нашего обзорного стола здесь у нас коробочка с с 2 прошлом видео мы уже смотрели и содержимое и собственно смотреть там особо ничего перейдем к самому смартфону он у нас как видим в чехле силиконовым который идет в комплекте то что его в комплект положили это классно нужно ломать голову над поиском чехла защиты для своего аппарата есть и это замечательно одел и носит так пленку я снял с экрана вообще люблю телефоны без пленки без всяких стекол без пленок потому что стекло и пленка они искажают картинку соответственно портит всю красоту дисплея сейчас глянем немножко тут внешний вид у нас здесь у нас находится глазок фронтальной камеры два датчика динамик как видим и здесь у нас покроют вот окантовочка такая месте кто помнит у нас такая была айфоне 4 и 4 с она пластиковая то есть это получается здесь закрыли щель между корпусом дисплеем дисплейным модулем сам корпус у нас конечно же пластиковый ну выглядит он хорошо на экранных кнопок у нас присутствие есть принципе но я включу здесь управление жестами чуть-чуть удобней чем обычные клавиши а вот под экраном клавиш никаких нет соответственно у нас экран 18 9 и в общем-то все замечательно так он у нас выглядит как видите очень даже неплохо смотрится очень неплохо здесь у нас имеется отверстие микрофон динамик микро юсби сверху у нас это красный порт 35 джек здесь камера двойная и отпечаток пальца лоток под сим-карты лоток как я уже говорил у нас на три разъема две сим и одна micro sd это вообще обалденно круто здесь у нас клавиши громкость и вот у нас такой дисплей рамки кстати говоря минимально тут еще можно произвести манипуляции с закрытого экрана в частности запустить нашу камеру свайпом вверх мы выходим разблокировочка интерфейс работает хорошо ничего не тормозит все плавненько все принципе меня более чем устраивать мне это все дело нравится все легко заходится выходится ничего не тупит все просто прелестно можем даже сейчас обновление проверить вдруг чего пришло зайдем обновление системы проверка обновлений и обновлений не 1 к сожалению свой так android у нас кстати говоря здесь восьмерочка вас 8 и 11 это милая у нас 9 5 3 0 global как я уже говорил на здесь вот 3 гигабайта оперативной памяти 32 гигабайта встроенной из которых 20 гигабайт доступного я уже чуть-чуть его пою за тут видео вы какой снял там то есть чуть-чуть уже место отобрали собственно что в этом аппарате находится здесь у нас snapdragon 625 3 гигабайта оперативной памяти 32 встроенной памяти 3000 миллиампер час и батарея разъем микро избитой все нет собственно это не критично камера у нас здесь очень даже неплохая снимает замечательно за пиксели мы я думаю общаться не будем потому что смысла в этом особого нету дело в том что камера может быть из 40 мегапикселей на снимать она будет паршиво об может быть и 5 мегапикселя снимать будет так что просто вай 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 поэтому следующем обзоре сравнение кстати говоря с redmi note 5 у меня будет я их буду сравнивать по части фото и видеосъемки это самое главное сравнивать их конечно же по процессору будет нечестно потому что там более продвинутый процессор вот ну а так принципе они бы даже очень что хотел бы сказать по поводу автономности этого гаджета то вы знаете он в принципе очень даже долго живет здесь энергоэффективный процессор snapdragon 625 и меня он очень кстати говоря порадовал действительно ощущается довольно так долго работает это очень хорошо как видите уже фоточки вы какие сделал типа вот работает он действительно долго не глючит в антут он набирает 77 тысяч баллов это в принципе более чем достаточно для нормальной работы можно и в игры поиграть конечно же 70 тысяч если кому-то мало он может обратить свой взор на другие аппараты примеру redmi note 5 он набирает 115 тысяч баллов а если его ридми 5 не устраивает то можно какой-нибудь другой помощнее взять к примеру one plus я не знаю 5 сейчас можно брать уже фронталка здесь снимает тоже кстати хорошо я как-то делал снимок на фронтальную камеру и мы можем сейчас немножко так назад назад где у нас вот у нас так снимает фронтальная камера как видите все очень даже good прям вообще так хорошо снимает фронталка так у нас делать эффект боке основная камера принципе довольно неплохо все выглядит вот у нас цветочек мне нравится как он фотографирует очень даже круто что такс по поводу инверсии цветов экран не инвертирует это замечательно здесь хороший экран стоит как мы видим углы обзора замечательные негатива нет все нормально довольно комфортный экран он конечно не такой яркий как рано но пятом и не такой яркий как у меня был не макс 2 но тем не менее он хорош он довольно приятный и к нему привыкаешься здесь hd разрешение hd плюс если быть точным до пикселей видно но когда вот посидишь с ним минут 10-15 то их уже просто но не замечаешь у тебя цельная картинка никакой зернистости в полном все в полном порядке понятное дело что если положить два аппарата рядом один с full hd плюс и этот туда будет заметно но процессе эксплуатации повседневной этого не видно вообще глаз привыкает я даже не вижу смысла допустим уже full hd брать потому что как бы но особо и не видно конечно если не рядом будет лежат туда видно будет но так что еще хотелось бы отметить по поводу этого аппарата кстати по поводу связь вернее как связь то я проверял а вот динамики еще стоит предстоит протестировать этому все послушаем как он будет себя вести ему разговорные послушаем этот послушаем музычку надо будет включить потом полифоническому хотя принципе я могу и сейчас это сделать не будем ждать каких-то других видосов зачем сейчас мы зайдем в звуки не тут рингтон у нас есть выберите не понял ничего нет так там громкость на максимум поставить и выбираем елки-мотоке вот такой вот у нас звук вы знаете неплохо очень даже неплохо хороший четкий звук мне нравится и что самое главное громкие это плюс большой вот хороший динамик как видите вернее как слышите это уже хорошо так ну по поводу вайфая вайфай ловит замечательно причем не хуже чем мой ми макс ловил даже лучше я бы сказал ридми ноут 5000 тоже у меня кстати удивлен потому что эти телефоны они вообще нигде связь не теряли там где у меня не макс скажем так не справлялся терял связь терял интернет вайфай плохо ловил то эти вообще то есть при том что эти телефоны стоят в два раза дешевле чем не макс 2 это конечно поразительно чё за фигня вообще чё за дела такие меня жутко обманули продали мне милакс в официальном магазине за 300 баксов даже там 300 чем-то были то редми ноут 5 сейчас стоит 170 а этот 145 и качество конечно не хуже и в чем-то даже лучше при том что процессор такой же как нами макс и здесь стоит но пятом он чуть подороже там другое процессором конечно мощнее ну не суть в этом мы будем тестировать уже в следующем видео делать сравнение камер ноут 5 и этого телефона и скажем будем рассуждать на тему того стоит ли переплачивать 25-30 долларов на рынке ноут 5 если можно примеру взять вот этот тем более я вам сразу предупреждаю что фотографирует он не хуже вот это реми 2s не хуже чем редми ноута так что вот такие вот сегодня у нас были пироги на обзоре ставим лайки подписывайся на канал комментируем видео репостим соц сетях обязательно ребятки не забываем мне это будет полезно а вам это ничего не стоит абсолютно спасибо пока